Для хозяев матч начался обескураживающе. Еще не все зрители успели занять свои места, а Рубин уже вел в счете. Это Кирилл Косарев перехватил мяч у Германа Паскина и неотразимо пробил из-за предела в штрафной площадке. Колкипер Андрей Климович, не раз спасавший Волгу в прошлых матчах, на сей раз не выручил. Чуть-чуть в игру не вошли, чуть-чуть. Вот, это такой, как-то, концентрации чуть не было. Вот, а так, по идее, ну, как я бы сказал, заманили, наверное, да, что они думали, все, приехали, здесь легко все будет. Однако пропущенный гол только раззадорил Волжан. Они перехватили инициативу и стали чаще гасить на чужой половине. В очередной атаке Билал Билалов заработал штрафной в 20 метрах от ворот. А Кирилл Морозов этот стандарт исполнил мастерски, отправив мяч в дальний верхний угол. Грозный Рубин превратился в посредственного соперника. Много было простых ошибок, и где-то не получалось контролировать мяч так, как хотелось бы. И не знаю, с чем это связано. По второй половине за счет замен Болга еще больше усилила натиск на ворота соперников. Она превзошла гостей практически во всех статистических критериях, в том числе и к разработанным угловым. Один из них в середине второй тайны завершился еще одним голом. Хопин на один Александр Шапета с носка пробил с дальней дистанции. И Билл Волга вперед в один. Все сегодня удалось. Вообще спасибо большое парням. Просто бойцы друг за друга. Очень хорошо. Но сегодня игра мне понравилась. Даже удовольствием было играть. В оставшееся время Рубин, конечно, пытался отыграться. И моменты для этого у гостей были. Однако на последнем рубеже снова выше всяких похвал сыграл Климович. Его поддержали и партнеры по команде. Впервые в сезоне Волга выиграла на своем поле. И теперь продолжит свой путь в Кубке России. Мы долго-долго ждали этой победы. Дождались. И ребята очень довольны. Они, конечно, эмоции выплеснули, как на поле, и так же в раздевалке. Соперник Волги по следующему раунду Кубка страны станет известен позже. А очередную матч в чемпионате России волжане пройдут в ближайшее воскресенье, 9 октября, в гостях против Краснодара-2. Михаил Савшанский, Данил Сурков, Улправда ТВ.